Братья и сестры, здравствуйте! Я сегодня хочу поговорить с вами о таком понятии, как музыкальная политика. Я поговорю с вами об этом в передаче, в смысле от, принимая передачу, так сказать, футбольным языком говоря, от Владимира Сергеевича Дашкевича, от известного композитора, который всем известен. По экранизации Шерлока Холмса, доктора Ватсона, вот этот, его там... В разных вариациях вы это слышали, это все помните? Это он. Он вообще химик по образованию на самом деле, но музыкант по призванию. И вот у него есть много таких высказываний, таких стратегических, генеральных, по поводу музыки, ее места в жизни нашего общества, что мне кажется, это очень важно. Очень важно. Вы когда-нибудь слушали в такси, например, просили ли вы когда-нибудь в такси включить вам какую-нибудь классическую музыку? Вот есть такой, не постесняюсь этой рекламы, на волнах 99,2 в Москве, Московской области, такая радиостанция «Орфей». Вот когда ты садишься в такси очередной раз, а там тебе гремит по ушам какая-нибудь очередная пошлятина, ты просишь, например, там, таксиста, вот это включите мне, он находит и начинает морщиться, например. А там, там, Дебюси, например, играет. Тут сегодня я ехал, буквально сегодня я ехал, и играли, значит, Аллегра из пятой симфонии Бетховена. Ну, он говорит, я не фанат такой музыки, этого не понимаю. Но я, собственно, не понимаю, что я можешь понимать, если я ей не заниматься. А зачем она нужна? Вот Дашкевич как раз об этом говорит. Говорит о том, что длинное мышление, длинное музыкальное мышление, оно является аналоговым для длинного литературного мышления. То есть есть жанр рассказов, филейтона, заметки, критической статьи. А есть роман. Вот то, что есть в литературе роман, то есть в музыке симфония и подобные большие формы. Или соната, например, развернутые такие трехчастные формы. И многое такое. Говорит, в этой атмосфере растет душа. Иначе душа не растет. То есть на маленьких отрезках душа не растет. Кроме того, Россия, занимая огромные территории, он там это в статье приводит, больше Китая в 10 раз, Россия по территории, больше Индии в 20 раз, больше Бельгии, например, условно говоря, в 50 раз. То есть для таких огромных пространств, соответственно, совершенно органично, необходимы большие пространственные музыкальные формы. И если человек не будет слушать эти большие формы, он будет потихонечку скукоживаться, как шагреневая кожа, до уродско-минималистического состояния. Как пример позитивного такого явления, он говорит, что вот мы выросли, скажем, на репродукторе, вот этом брехунце, который, значит, висел в каждом доме и рассказывал. Одна волна на всю страну. Однако при такой скудости информационной, то есть ни две, ни три волны, ни пять волн, ни сто волн, как сегодня, уделялось огромное время серьезной и большой музыке. Он говорит, что с детства, например, в блокадном Ленинграде, как я в других воспоминаниях читал, там трехчасовая опера Чайковского «Пиковая дама» транслировалась, например, по радио. Люди слушали. Немцы, кстати, удивлялись, что наши послушают у себя в блокадном Ленинграде седьмую симфонию того же Бетховена и транслируют ее через Финский залив с усилителями на немецкую сторону. Они поражались, потому что в Англии, когда была Первая мировая война, не только Бетховена и Баха под запрет отправили, но даже машинки Зингер ломали и выбрасывали. Все носящее немецкое окончание, немецкое звучание, подвергалось полному уничтожению, и все мальчики, которых звали Йохан, в школе ходили с синяками. То есть была ненависть на бытовом уровне ко всему этому, в том числе и к музыке, и к Бетховену, и к Баху, и к Генделю, и к Гайдну. Все немецкое презиралось. Говорит, у нас, наши нет, наши ни в коем случае. Вот именно эта любовь к длинной форме, к большой монументальной форме. Он, допустим, говорит, седьмая симфония Шестаковича, на всякий случай, 70 минут. А мы детьми, маленькими, сидели и слушали. Слушали от а до я. Когда я вырос, он говорит, мне было там лет 14-15, например, я знал весь репертуар русской оперы благодаря радио. Просто был час классической музыки. И ты хочешь, не хочешь, например, уча уроки, или с утюгом, например, колдуя над своими штанами перед свиданием, ты слышал это все из радио, оно не могло не выстраивать твой внутренний мир. Вольно или невольно. Даже такие вроде бы не поющие, не играющие, не пишущие музыку люди, как Георгий Бурков, такой известный актер, друг Василия Шукшина, мастер ролей второго плана, интереснейший философски настроенный человек, говорил, что он умеет петь и хорошо знает музыку, а виною тому радио. И он мог воспроизвести по памяти, значит, такой и арию Ленского, там что-нибудь еще такое, потому что навязывалась на слух высокая музыка, и это выстраивало душу человека. То есть была некая государственная интуиция. Я не думаю, чтобы все это понимали, но Сталин водил все Политбюро на премьеры в Большой театр. Просто по приказу они все ходили и смотрели. Да не только Сталин, вы знаете, Лобановский, будучи тренером Киевского «Динамо», там какое-то время сборной союза, кажется, он был тренером, он, приезжая в Москву на сборы, он обязательно вел свою команду в Большой театр. Говорит, что не может футболист быть идиотом. Если футболист идиот, то это просто конь, а не футболист. То есть у него есть ноги, у него есть скорость, у него есть глаза, у него есть храпящие паром ноздри, но у него нет ума и души, а это не футболисты, это просто животное. Он водил их слушать хорошую музыку и смотреть хороший балет. Это, оказывается, очень необходимо человеку, это очень важно, человеку и целой стране, потому что маленькие форматы, блатные шансоны, три аккорда, они низводят наше сознание до сознания только что отвисевшего зэка, только что откинувшегося. Ну и, соответственно, интересы наши – это пойти в ларёк, а больше нет у человека интересов, у которого откинулся и отвисел. Поэтому Дашкевич пишет, потому что у нас есть великие музыканты, которые пишут в стол, пишут для малых, значит, каких-то там небольших аудиторий, но нет музыкальной политики. То есть из больших радиоприёмников в урочное время, по всем каналам, время от времени, значит, не звучит хорошая музыка, написанная давно или написанная сегодня, в этом уже нет разницы. Потому что хорошая музыка пишется постоянно и до конца времён. Она, как большая форма, выстраивает настроение души, она является берегами для народной жизни и является защитой психики от всего того, что живёт по краю берегов. Что с края берегов всякая нечисть стремится нырнуть в речку. А вот именно эти вот берега – это есть барьерные такие рифы для того, чтобы охранять реку народной жизни от той нечисти, которая желает в этой реке ноги помыть. Это всё делает музыка в том числе. Не только музыка, безусловно. Здесь есть место и семье, и религии, и искусству, и спорту, и созидательному труду, и приборке окружающих территорий. Но великая музыка делает великие дела. И когда вы включаете, например, Чайковского или Рахманинова, а ваш сосед морщится, то имейте в виду, что это одно из проявлений большой катастрофы, в которой мы живём. И научиться слушать Рахманинова, собственно, это и значит, в частности, стать нормальным человеком, зачастую патриотом, зачастую молящимся человеком. Это всё очень близко. Ну, пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова